Не так давно проходил муниципальный этап конкурса «Учитель года Кубани». В программе новостей мы рассказывали об этом важном событии и в конце репортажа пожелали победителю успешного выступления на краевом уровне. И вот после напряженных испытаний, в ходе которых лучшие учителя Кубани продемонстрировали свои самые вывершенные качества, было названо имя победителя краевого этапа конкурса. Впервые за всю историю конкурса им стала славянский педагог Галина Мирная. В первом лицее, где она работает учителем английского языка, ее победа стала очень радостным событием. Учителя лицея побеждали на муниципальном этапе профессионального конкурса, входили в число 15 из 6 сильнейших на краевом этапе. Но еще ни разу никто из них не побеждал в конкурсе лучших учителей Кубани. Это удалось Галине Мирной, выпускнице славянского филиала Кубанского госуниверситета. Учителя первого лицея собрались вместе по этому прекрасному поводу. Директор лицея Любовь Белик сказала, что победа в престижном конкурсе – это большая радость для всего коллектива. Многие помогали победителю всем, чем могли. Она отметила, что Галине Мирной удалось с блеском преодолеть все испытания, проявить талант, профессионализм и волю к победе. Эта победа была, за которую радовались все, все переживали, все почувствовали хотя бы маленькую толику того, что и мы тоже хоть чуть-чуть причастны, потому что мы тоже из этой школы. Коллеги, 26 лет этот существует конкурс, и впервые Славянский район занимает в этом конкурсе первое место. Галина Мирная сердечно поблагодарила всех за поддержку, отметив, что половина успеха – это действенная помощь коллег. Она сказала, что нужно пробовать, нужно стараться, дерзать, и тогда все обязательно получится. Я была очень удивлена, действительно. Конечно, если ты не хочешь победить, нечего делать в таком конкурсе. Желание попасть в призеры, в шестерку, было огромным. Сильное желание победить помогло ей преодолеть трудности, а их на пути к заветной цели было немало. Сложным действительно было все, но, наверное, тяжелее всего проходить испытания, в которых я не профессионал. Например, педсовет или стол образовательных политиков. Ну, учитель и политик, согласитесь, это разные вещи, поэтому почувствовать себя политиком в образовании было непривычно и тяжело. И сейчас у нее впереди есть еще более высокая цель. Она будет представлять Краснодарский край на всероссийском конкурсе «Учитель года-2019». Все впереди. Будет план подготовки, конечно же, потому что Россия – это уже другой уровень. Подготовка будет колоссальная однозначно, будет напряженная. Да, впереди новые испытания, но они по плечу тому, кто верит в себя. За каждой удачей стоят настоящая любовь к профессии и огромный труд. В этом убеждена директор лицея. Победителями становятся всегда лучшие. Для того, чтобы стать лучшим в профессии, надо такая, знаете, малая малость. Надо когда-то школу закончить с медалью, надо когда-то институт закончить с красным дипломом. Надо любить свою профессию, чтобы постоянно в этой профессии расти, совершенствоваться. И то, что мы говорим, удача, за которой стоит огромный труд, обязательно тебе улыбнется. Вот Галина Александровна, вот пример вот этого профессионального роста. И еще, наверное, системы работы школы, которую она и представляла. Галина Мирная по-прежнему раскрывает тонкости английского языка для своих учеников. И мы, конечно же, желаем ей успехов в профессиональной деятельности и на Всероссийском конкурсе «Учитель года-2019». Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Игорь Вишневский, Игорь Ванчугов.